Как американская армия доводит Россию до ручки? Саху, Китай. 6 июня 2018 года. Какое оскорбление для России? Американская армия может довести Россию до ручки с созданием военной базы в Польше. Армия США подбирается все ближе к России. Янки по предложению Польши построят там военную базу. Вчера американское политическое онлайн-издание Politiche со ссылкой на Министерство национальной обороны Польши сообщило, что Варшава выделила 2 миллиарда долларов на создание на своей территории военной базы США. Это, разумеется, вызвало негативную реакцию со стороны соседней России. 29 мая газета Хуань Цушибая процитировала сообщение российского новостного агентства «Спутник» от 28 мая о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «Создание в Польше подобной базы – это суверенное право Варшавы, однако эти действия приведут к контрмерам со стороны России». Он сказал, «В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте. Последствия для общей атмосферы безопасности очевидны. Очевидно, что американская армия активно продвигается в Польше, и вопрос создания военной базы поддерживается обеими сторонами. Комментарии автора, по прочтении этой новости, можно прочувствовать определенную степень давления со стороны США. Создание пограничной американской военной базы на подступах к России – это то, о чем мечтали Янки со времен Второй мировой войны. В данный момент, принимая во внимание радушное приглашение Польши и предоставленную ей немалую сумму в 2 миллиарда долларов, вероятность того, что США в скором времени примут предложение, создадут военную базу и разместят войска весьма велико. Нынешнее событие заставляет людей невольно улыбаться, вспоминая китайское традиционное искусство Шуанхуан – комический дуэт, в котором один актер поет, а другой жестикулирует за спиной поющего, метафора согласованных действий и сговора, примечания переводчика. На смехающиеся над Россией Янки нарушили обещания, и, если бы Россия не дала жесткий отпор, она не имела бы права на гордое название боевой нации. Комментарий автора, первый президент России Борис Ельцин, можно сказать, слепо подражал западным государствам во главе с США. Он всей душой желал влиться в западное общество, установить с ними дружественные отношения взаимопомощи. Опираясь на Запад, Ельцин провел ряд мер по вестернизации, в том числе шоковую терапию, объявил о распуске организации Варшавского договора, которая была антагонистом НАТО. Искреннего желания и преданности Ельцина оказалось недостаточно для принятия западным миром России в свои ряды, и он был вынужден передать бразды правления на тот момент еще никому неизвестному Владимиру Путину. Несмотря на то, что, после распада ОВД, США пообещали не расширять НАТО на восток и не включать в состав членов НАТО бывшие страны Варшавского договора и бывшие республики СССР, слова их оказались ничего не стоящим враньем. После развала Советского Союза НАТО не только постепенно расширилось до границ России, но и планирует создание военной базы в Польше, вверх наглости со стороны США. Это действительно оскорбление в адрес России, ведь она все еще считается мировой державой, и странно не ожидать ответной реакции, когда ее пытаются загнать в угол таким образом. Как же отреагировать России? Вероятно, Россия остается только смириться со своим положением. Комментарий автора, С позиции российской стороны, создание американцами военной базы в Польше означает прямое противостояние лицом к лицу без малейшей буферной зоны. Янки направили ствол ружья прямо в морду полярному медведю. Столкнувшись с суровой реальностью, станет ли Россия терпеть такое оскорбление? Ей палец в рот не клади. Дойдя до этого момента, автор вспомнил ходовую фразу, появившуюся в России много лет назад, Россия не боится новой холодной войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал жесткий ответ от лица России, сказав, что хоть Польша – суверенное государство, имеющее суверенное право приглашать иностранные армии и создавать военные базы, но цель создания этой базы понятна без слов. Строительство в Польше американской военной базы – это вопрос времени, однако пока неизвестно каким будет ответ России. Как считает автор, Россия не может сделать ничего кроме как подготовить свои военные силы для ответа и разместить несколько ракет класса «Земля-Земля», «Земля-Воздух», возможно, даже несколько стратегических ракет. В конечном же счете России неизбежно придется смириться с создавшейся ситуацией. Обобщая все вышеизложенное, автор хочет сказать, что западным странам во главе с США стоит принять во внимание позицию российской страны и соблюдать данные ранее обещания, а именно, не включать в состав НАТО бывшие государства Варшавского договора, не размещать на их территории вооружение и технику. Нынешние действия США доведут Россию до ручки, и ситуация вызывает беспокойство.